МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. С заботой о здоровье медики Чуваши принимают поздравления с профессиональным праздником. Цифровая эра на заседании Кабинета министров обсудили развитие телекоммуникационных услуг. Экономика и культура Чебоксары готовятся к межрегиональному форуму. Развитие цифровых и информационных технологий и поддержка учителей социально-некоммерческих организаций. Это ключевые темы очередного заседания Кабинета министров. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Перед тем, как обсудить вопросы повестки дня, глава региона подвел первые итоги единого госэкзамена. Его результаты превосходят ожидания. В Республике только на ЕГЭ по математике более 500 выпускников преодолели порог 80 баллов. Девять школьников по математике сдали ЕГЭ на 100 баллов. Это во-первых. Во-вторых, касаясь другого базового предмета, это химия. Значит, вот последние данные, которые утром мне министр образования докладывал, 199 школьников сдали химию, 80 и более баллов практически. Это школьников составляет 21,4%. То есть, можно сказать, каждый пятый школьник сдал химию на 80 и более баллов. На 100 баллов сдали ЕГЭ 13 школьников. Это дает возможность поступать без экзаменов по данному профилю в любой УЗ, не только Чувашской Республике, но и Российской Федерации. Лучшие педагоги региона получат премии из федерального бюджета. Сегодня члены Кабмина утвердили порядок проведения конкурсного отбора. Раньше схема предоставления таких премий существовала, однако не требовалось разработки нормативно-права акта на уровне субъектора Федерации. К сведению, премии выплачивают за счет средств федерального бюджета. Ежегодно устанавливаются тысячи премий по 200 тысяч рублей. За последние годы 539 учителей Чувашской Республики получили данные премии. По итогам конкурсного отбора правительство Республики предоставит субсидии социально ориентированным организациям, которые оказывают безвозмездно правовую помощь. Организация в Чувашской Республике 1276 зарегистрирована на территории Чувашской Республики. На данном этапе 4 СОНК организуют бесплатную юридическую помощь в установленном порядке. Глава Республики отметил, что за работы НКО, получающих субсидии, и правительство должен быть налажен в тотальной контроле. Чтобы они оказывали качественные, качественные услуги и шаговые доступности. Вот вопрос в этом заключается. Доступность этих услуг для наших жителей – это приоритетная наша задача. На повестке дня и развития цифровой экономики. В приоритете электронный документооборот. В республике свыше 70% жителей получают госуслуги удаленно. Ориентиры обозначены в национальном проекте. Мы должны довести до конца 2024 года о том, что порядка всех не менее 70% услуг, которые мы оказываем, должны вообще оказываться в полном, в электронном виде, без посещения соответствия ведомства. Большая работа была проведена по модернизации документооборота в офисах МФЦ. Появились новые функции этого портала. Это прежде всего отслеживание статуса заявлений, онлайн-запись. И самое главное – появилась возможность работать с пожизненными ситуациями непосредственно с самими заявителями. Большим параллелом мы считаем это у нас внедрение нового портала геоинформационной технологии, портала открытых данных, на котором у нас любой субъект может наносить любые данные и, соответственно, их анализировать. Для прямого диалога между жителями и властями в республике работает система «Инцидент-менеджмент». Это система, которая нам позволяет мониторить социальное самочувствие наших граждан в пяти основных социальных сетях. Это ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер и Одноклассники. Система «Инцидент-менеджмент» позволяет не просто смотреть, какие инциденты обсуждаются нашими гражданами в социальных сетях, но и, соответственно, вовремя на них реагировать. Более доступной для отдаленных от столицы региона сел становится Всемирная сеть. За три года высокоскоростной интернет подведут ко всем социальным объектам. Расширяется и охват национальной телерадиокомпании. Теперь вещание налажено и в кабельных сетях Татарстана, Мариел и Ульяновской области. Дмитрий Ковалев, Алина Сусметова и Павел Иритков. Республика. Состоялась встреча главы Чувашии с представителями группы компаний «Мегамикс». Этот крупнейший российский научно-производственный комплекс занимается разработкой и изготовлением витаминных добавок для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц. Вопросы продовольственной безопасности постоянно в центре внимания правительства. Это значит, что такие показатели, как качество и количество продуктов потребления, выходят на первый план. Генеральный директор компании «Мегамикс» Василий Фризен рассказал, как на предприятии заботятся о безопасности выпускаемой продукции. Так называемые «примиксы» и витаминные концентраты проходят особый контроль, прежде чем их купят крупные агрохолдинги и частные предприниматели. Солисты понимают, что от этого зависит качество еды на столе у жителей республики. По итогам прошлого года на основе продукции компании произведено 10 миллионов тонн корма в России. Мы себя видим как партнерами, чтобы прийти в регион или в область куда-то, чтобы действительно принести свой ноу-хау, глубоко интегрироваться с населением, с университетами. Я вам так хочу сказать, при участии конкретно «Мегамикс» в Волгоградском аграрном университете, мы реально создали совместно с нашим университетом НИЦ, прям на фабрике, прям в университете, прям современный птицевуческий небольшой пластер, сделали класс «Мегамикс», студентов обучаем, к нам приходят. Я вам так хочу сказать, сегодня 73% каждый студент устраивается по профессии. Высококачественные и безопасные примиксы и кормовые добавки сегодня важный сегмент сельскохозяйственного рынка отметил Михаил Игнатьев, и он должен развиваться быстрыми темпами. В ходе встречи обсудили возможности налаживания партнерства и по другим направлениям деятельности компании. В ближайшее воскресенье в России отметят День медицинских работников, однако поздравления в их адрес уже начали поступать. Сегодня торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику, прошло в Чебоксарах. День медицинского работника из разряда профессиональных праздников давно перешел во всенародные. У каждого из нас есть знакомые врачи и медсестры. Мы искренне желаем им здоровья, а заботу о своем отдаем в их надежные руки. Стоит ли говорить, насколько мы благодарны людям в белых халатах? В последние годы, и статистические данные они имеются, сократили смертность людей по основным заболеваниям, которые у нас в первой тройке находятся. Это очень значимо. Во-вторых, на сегодняшний день поликлиники, больницы, ФАП, офисы, все работают в шаговой доступности. Где не хватает, сегодня 12 мобильных практических комплексов выезжают и тоже в шаговой доступности оказывают. Инвестиции в здравоохранение растут год от года. В прошлом в отрасль вложено около 19 миллиардов рублей, на этот запланировано почти 21 миллиард. За несколько последних лет объемы высокотехнологичной медицинской помощи выросли до 80%. В клиниках Чуваши выполняют сложнейшие онкологические, кардиологические, ортопедические и офтальмологические операции. Уровень младенческой смертности у нас один из самых низких в России. Мы с вами очень многое сделали в проектах, которые инициированы были в Министерстве Центрального Украины Российской Федерации. Это Бережнево произвелся. Вот в фильме вы посмотрели и сами вы чувствуете, как меняется наше учреждение, как меняется облик наших учреждений. Медицина – одно из направлений, где постоянное повышение квалификации, осознанная необходимость. За каждой победой в профессиональном конкурсе стоит уникальная технология, научное открытие, новая схема лечения. А еще – умение сопереживать, деятельно сочувствовать своим пациентам. Как у победителей проекта, спасибо доктор, спасибо медсестра. Поэтому команда, начиная с руководства, заканчивая моими средним медицинским персоналом, моими помощниками, мы все в команде и добились вот такого признания. Я очень горда, мне очень приятно. Почти тысячи человек в зале и ни одного белого халата. По случаю праздника врачи, медсестры, санитары, лаборанты облачились в парадные костюмы и блеснули талантами. Учреждения здравоохранения постоянно соревнуются между собой в различных направлениях, из которых самые массовые – спорт и танцы. Это полезно не только для физического, но и для душевного здоровья, как профилактика эмоционального выгорания. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. В преддверии праздника мы продолжаем рассказывать о лучших представителях профессии. Сегодня наша съемочная группа побывала в Республиканской клинической офтальмологической больнице. Тщательная подготовка к операции, так же, как и настрой, причем как пациента, так и врача – вот, пожалуй, главный залог успешного лечения. Вадим Степанов руководствуется принципом «не навреди». Ему важно доверие пациента, поэтому перед каждой операцией он встречается с больным. За свой 30-летний опыт Вадим Вениаминович уже привык к постоянным манипуляциям перед процедурой. Здесь, как и, пожалуй, в любой операции, очень важна чистота. Вадим Степанов оперирует по методу Пивоварова. У Димы близорукость и склеропластика нужна для того, чтобы зрение дальше не ухудшалось. Сама операция занимает всего 10 минут за обычный рабочий день. Таких процедур можно сделать десятки. Близорукость сегодня является ведущим заболеванием, к сожалению, по количеству, так сказать, но вновь выявленных. И ВИЧ – это не только в нашей республике, но и всей страны, учитывая возросшее количество нагрузки на глаза, гаджеты, телефоны, телевизоры, компьютеры. Все это, так сказать, дает свои отрицательные, к сожалению, результаты. И наша цель сегодня – не допустить роста этих цифр. Наши пациенты, и мы этим очень гордимся, не уезжают за пределы Чувашской республики, а всю помощь получают здесь. Аппаратура у нас постоянно обновляется, то есть технология меняется, соответственно, и результаты лучше и лучше становятся. В тандеме с доктором уже много лет работает операционная медсестра Альбина Кузнецова. Знаю его как отличного хирурга, работать с ним очень комфортно, и операцию при его участии проходит на одном дыхании. Эта больница – одна из лидеров в офтальмологическом лечении не только по ПФО, но и по всей стране. 24 часа в сутки здесь оказывают современную и высокотехнологичную помощь пациентам. В год через руки специалистов проходит более 10 тысяч человек. Сегодня в Чувашии реализуется проект «Здоровое зрение». В 27 школах республики и одном детсаду уже функционируют пункты охраны зрения. Именно там маленькие горожане получают профилактическое лечение. И результат не заставил себя ждать. Только в этом году на 5-7% снизилась первичная заболеваемость. В планах открыть еще 4 новых кабинета – в Алатарском, Шумерлинском, Батаревском районах и городе Канаш. Юлия Важенина, Олеся Русакова, Валерий Резюков, Республика. Новый детский сад и троллейбусная линия откроются в Чувашии ко дню республики. Как всегда, праздник ожидается масштабным. Традиционная выставка региона «Сотрудничество без границ» – фестиваль фейерверков «Азамат». Впервые пройдет Чебоксарский культурный форум. Его программу сегодня обсудили на совещании в Доме правительства. Театр оперы и балета станет центральной площадкой Чебоксарского культурного форума. Стартует он 21 июня. На пленарном заседании будут обсуждать перспективы частных инвестиций в культуру. Основная тема, которую мы планируем обсудить – зачем бизнесу нужна культура, почему он не инвестирует, как правильно устраивать культурные события, выставки, биеннали. В качестве модераторов планируется участие редакционного директора «Форум» Николая Ускова. Сейчас ведутся с ним переговоры, и он окончательное решение назовет сегодня-завтра. И дала подтверждение буквально вчера. Это ведущая программы «Доброе утро» и модератор ток-шоу «Большая игра» Марина Ким. На форуме будут работать дискуссионные площадки «Круглые столы». Спикер Инна Голышева, заведующая отделом приоритетных проектов «Роскультурпроекта». Она приедет в республику с лекцией «Грантовая поддержка в рамках национального проекта «Культура». Основные участники «Круглого стола» – руководители органов исполнительной власти сферы культуры субъектов ПАФО, руководители государственных муниципальных утверждений культуры Живарской республики субъектов ПАФО. Предположение числа участников мы ожидаем 200 человек. Надо на эту встречу пригласить максимальное количество предпринимателей. Поэтому я предлагаю на следующей неделе провести по отраслевому принципу «Рад встреч», касаясь сельского хозяйства, касаясь промышленности, касаясь строительства, с участием меня отдельные встречи. Бизнес и власть, влазь и бизнес. На форуме планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Чувашия, как и остальные регионы, отметила День России. По традиции в Чебоксарах прошел парад дружбы народов, как это было в нашем сюжете. Чуваши, русские, татары, морицы, чеченцы. В этой колонии не тесно никому. Русскую песню подхватывают армяне и удмурты. Под чувашскую мелодию пляшут белорусы и башкиры. Так и в нашей республике в дружбе и согласии живут более 120 национальностей. Их представители – участники парада дружбы народов. Очень приятно находиться, когда рядом с тобой находятся разные народы. Это очень объединяет. Мы живем здесь очень давно и живем в очень хороших условиях, комфортных, без каких-либо проблем. Очень приятно жить, очень, так сказать, комфортно здесь жить. И нам никаких проблем нет здесь существовать с другими народами. И даже оппоненты на политической арене сегодня в одном ряду. Представители разных партий поздравляют друг друга и народ с праздником. Пожелание у всех одно – процветание и дальнейшее развитие нашей великой стране. Наши ветераны в послевоенные годы обеспечивали подъем народного хозяйства. Старались за другое молодое поколение. И мы, кто работает в органах власти, кто занимается реальным сектором экономики, должны делать все для того, чтобы наши дети, наши дорогие дети жили лучше. Для жителей города Чебоксара, которым на днях исполнилось 14 лет, сегодня стал двойным праздником. Из рук главы Чувашии они получили свой главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Впрочем, праздничное настроение сегодня и у обычных жителей столицы Чувашии. Для нас сегодня самый яркий солнечный праздник – День России. Ведь в России мы живем, это наша родная страна. И мы рады этому. Я рада, что сегодня день рождения в России. Это самый лучший праздник. Мне нравится такой праздник. Я хочу, чтобы в России поздравить. Мне нравится страна, в которой я расступаю. Поэтому с удовольствием пришла на этот праздник. С удовольствием смотрю на творчество детей и на радостное лицо взрослых. Спасибо большое. С праздником! Ура! Ура! Несанкционированная свалка коммунальных и биологических отходов, незаконно вырытая траншея на землях сельхозназначения. И все это в одном месте, недалеко от деревни Долгий остров Батаревского района. Об экологической проблеме, которую решают несколько месяцев в нашем материале. С виду маленькая речка, по факту траншея с водой. Преграда для тех, кто решил вывезти сюда мусор. Еще одна, самая первая. Вот такой самодельный шлагбаум с красноречивой надписью. Это сделали местные жители. А вот в апреле все было иначе. Попасть на эту свалку проще простого. Сюда скидывали бытовой мусор и останки животных. И если коммунальные отходы на поле копились десятилетиями, то рога и копыта появились сравнительно недавно. Не может человек из-за четырех копыт, из-за одного хвоста, поехать там каждый раз в Сибирск, отвозить, сдавать. Это нереально не получается. Поэтому и было в свое время, было такое принято решение, выделить земельный участок. Мы же выделяли здесь в свое время. Да, незаконно, но выделили. Ну, выделили. Первыми на нарушение обратили внимание активисты ОНФ. После подключилась природоохранная прокуратура, ветеринарная служба, Россельхознадзор. Все отходы вывезли, землю перекопали, траншею вырыли. Последнее оказалось незаконным. По данному факту был составлен протокол по статье 8.6, часть 1 КОАП РФ. Вынесено постановление о привлечении к административной ответственности с наложением административного штрафа в размере 5 тысяч. Также с целью устранения данного нарушения было выдано предписание. Мы понимаем, что это было не совсем правильно, не совсем законно, но мы на сегодняшний день заказали проект, проект на сменную документацию, то есть для проведения рекультивации этим мы сегодня занимаемся. То есть до конца лета, я думаю, мы эту ошибку исправим. Местные жители рассказывают, мусор на поле выкидывали по привычке от безысходности. Контейнеров нет, вывоз нерегулярный. Сейчас этот вопрос решается. Учердено место расположения схемы, площадок, контейнер-площадок в нашем поселении это 27 штук, в деревне Долгий остров 20, а в деревне Чуварские шаки 7. Тоже мы в этом году подали заявку для участия в программе по инициативе бюджетирования. Наши проекты в районе отобрали и отправили в республику. Тоже ждем от них ответа. Пока роль контейнеров выполняют мусорные мешки, которые жители Долгого острова отправляют в недолгий путь. В 10 километрах находится Батревский полигон. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Бахтяр Велиев, Республика. Первый в Чувашии эмбрионный центр работает в поселке Новое Атлашево Чебоксарского района. За три месяца проведена большая работа по отбору высокопродуктивных доноров. Особое обучение прошли специалисты. В эмбрионном центре побывала наш корреспондент Ольга Алексеева. Каждая корова здесь имеет свое имя, номер и обязательно ошейник. В последнем и хранятся все параметры ее жизнедеятельности. Как она ест, спит и главное, сколько дает молока. Корову по прозвищу Морячка для процедуры искусственного воспроизводства выбрали не случайно. В день она приносит около 30 литров молока. После ЭКО вместо одной стандартной яйцеклетки может появиться сразу 6. Вот это в маточку жидкость побежала. Когда рог наполнился, переключаем на сток. И он бежит сюда. И раствор собирается в фильтре. В случае успешной подсадки эмбрионов молодым телочкам вместо одного теленка, которого Морячка может принести в год, в перспективе получится несколько коров, которые будут давать много молока. Телочкам мы садим от матерей, которые 5-6-7 тысяч продуктивности. То есть вот этот генетический барьер, этот генетический скачок должен быть не меньше 2000 килограмм молока. Под микроскопом мы сейчас должны оценить состояние среды и найти зародыши, которые мы сегодня ожидаем около двух штук. Процедура искусственного оплодотворения коров довольно непростая и затратная. Но это того стоит, говорят специалисты. На данном этапе у нас уже проведено 14 вымываний. Селекционерами хозяйства подобрано гинекологически ценное стадо. Оно представляется коровами, которые по 4-3 лактации дали около 10 тысяч килограмм молока. А наша задача отработать технологию, получить кадров, познакомить ассиминаторов и вид врачей. Именно тому методу, который позволяет иметь от коровы не один, как традиционно, а до 3-5 и больше животных телят. Технологию искусственного воспроизводства животных используют во всем мире. В России по этому методу работают более 9 предприятий. И это только начало, утверждает чита Мадисонов. Задача ученых – повысить генетический потенциал скота, его продуктивность и, как главный результат, качество продукции. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика. В Доме дружбы народов работает выставка Веры Васильевой, единственной в Республике мастера резьбы по дереву. Более 60 экспонатов доказывают, обычный брусок в руках профессионала может стать шедевром. Игрушки, посуда и огромные картины из дерева. Этот материал способен передать даже нежность ромашек. Возможно, потому что сделала их женщина. Вера Васильева – победитель множества конкурсов народного искусства, педагог дополнительного образования. Вот и на открытии своей выставки она снова и снова рассказывает о профессиональных секретах детям. Кто-то выкинул вот эту доску, а мы даем вторую жизнь. Для этого, как у хирургов, должны быть у нас острые, сложивые, такие же блестящие, видите, как зеркало. Потому что дерево – очень жесткий материал. Кроме резаков в артинале мастера – морилка, воск, масло, лак. Ну и, конечно, дерево. Так как я работаю с детьми, конечно, больше я использую липо. Липо – это самый податливый, мягкий материал. Но бывает и сосну используем. Затем у нас не только один вид резьбы по дереву. Когда работаешь с детьми, по программе нужно нам разные техники использовать. Это прорезная резьба, это сквозная резьба, это щепная, объемная, полуобъемная. И чтобы удержать детей в кружке, конечно же, нужно все это делать. Вера Васильевна занимается любимым делом более 30 лет. На творчество вдохновляют любимые ученики и новые успехи. На своем первом конкурсе в Нижнем Новгороде из 60 мастеров Вера Васильевна была единственной женщиной и заняла второе место. Ее работы очень отдает теплотой, душевностью. В любых ее работах это видно, что она хочет поддержать и оставить наше национальное родное. Выставка «Поклонись дереву» будет работать в течение месяца. Мария Шоклева, Борис Андреев, Республика. Это все новости на сегодня. Увидимся завтра в это же время в эфире национального телевидения «Чуваши». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова